Изменения, которые сложно не заметить. Недавно в Петропавловске снесли несколько частных домов на пересечении улиц Назарбаева, бывшей Мира, и Шажимбаева. Их владельцам Акимат компенсировал квадратные метры в виде квартир. К переезду готовятся и 30 семей микрорайона Зайсан. Их дома тоже подлежат сносу. Что будут строить на этом месте, узнавала наша съемочная группа. Вопреки ожиданиям и прогнозам скептиков, Петропавловск после форума межрегионального сотрудничества продолжает расти и развиваться. К примеру, на месте этих домов скоро заложат основу новой школы. Жильцы частного сектора получили уведомление о предстоящем сносе домов пару недель назад. Татьяна Киселева уже присмотрела квартиру. Взамен 44 квадратов от Акимата она получит двушку в одном из спальных районов Петропавловска. Живет в Зайсане с детства. Привыкла и к дому, и к соседям. Но переезд Татьяну Николаевну не пугает. Хорошо, потому что уже все, уже как бы тяжеловато. Люди мы уже больные, как бы уже. То болит, другое болит. Уголь, дрова. Зимой очень много снега, если выпадет, мы столько с ним боремся. Снести эту часть микрорайона Зайсан планировали еще 35 лет назад, вспоминает Татьяна Киселева. Потом хотели в 2014. В этом году застройка все-таки начнется. Для начала снесут 30 домов. На их месте по заказу управления образования построят новую школу на 900 мест. Возводить учебное заведение начнут в июле. Оно обойдется областному бюджету больше, чем в полтора миллиарда тенге. Также в этом районе планируется строительство двух 93-квартирных многоэтажных жилых дома между Валиханово и Мира. Это по госпрограмме. Они предназначены будут для реднокоммунального жилья, для социально уязвимых слоев населения. А еще в планах построить рядом детский сад на 280 мест. Изменения ждут и эту часть Петропавловска. Предположительно, именно здесь, недалеко от восьмой школы, и будет областная многопрофильная больница. Вопрос еще решается. Зато определили место под общежитие для медиков. Оно будет на пересечении улиц Нурсултана Назарбаева, бывшей Мира и Шажимбаева. На этом участке был произведен снос четырех частных домов. Всем собственникам было предоставлено жилье согласно квадратуре. По масштабам сноса и строительства Петропавловск занимает одно из ведущих мест в республике. Жан-Сулут Астемирова, Адиль Нуржанов, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК.